Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мой очередной аудиоподкаст. Предлагаю вам прослушать. Сегодня 19 марта 2014 года. Деятельность на канале. Ну что ж, мы продолжаем проходить вместе с вами, разумеется, Fallout New Vegas. В принципе весь отснятый материал у меня уже есть. По основной сюжетной кампании осталось его только выложить. Я недавно записал еще в несколько серий Skyrim обзоры модов, поэтому скоро вы их увидите на канале. Из ожидаемого, ну что ж, жду, пожалуй, The Wolf of Manus, второй эпизод, перевод к нему. Потому что английскую версию проходить не хочу из принципа. И жду Dark Souls 2. Тоже очень хочу поиграть, очень хочу посмотреть. Игрушка меня крайне позабавила, из того, что я видел. А, немножко посмотрел на ютубе, чего она стоит. Но могу сказать, то есть она в принципе недалеко ушла от первой части. Как в плане движка, так и в плане геймплея. Но это Dark Souls, как мы его знаем, как мы его любим. Затем, приостановлено прохождение Starbound вместе с Эйвом. Ну, что-то как-то не доберемся все записать новые серии. Да и что-то там с последней серии у Эйва пошла неполадка. У него своя запись, у меня своя запись. Видосов. Ну, когда-нибудь-то сойдемся, да и запишем на новом. Потом. Ожиданий чуда. Вы помните, как я ждал Аркейдж? В принципе, поначалу было все не так плохо, как казалось. Да, игрушка интересная, инновационная. С лором, с сюжетом. Что не властиво, в принципе, для ММО. Но, это гринд, это кач, и она быстро, в принципе, наскучила. По крайней мере, мне. Да еще и на первых порах там было очень много проблем с коннектом с сервером. Мало того, что все сервера были забиты, что не было никакой системы. Там, кика по АФК и остальных приколов. Так еще и очереди эти километровые, постоянно переполненные сервера. Игрушка еще иногда умудрялась вылетать. Представляете, как обидно, ждешь ты по 5-6 часов, и это я не перебарщиваю. Там реально были такие очереди. По крайней мере, поначалу. Сейчас с этим делом уже получше. Но все равно, в принципе, периодические лаги и вылеты, они никуда не делись. Но со стабильностью не могу говорить на все 100%, потому что у кого как. То есть, если у меня там она вылетает периодически раз, два, три часа, то у Эйва, например, она может работать стабильно часов 12 и вообще без проблем. То есть, как у кого. Но вот такие вот проблемы остаются. По поводу ТСО. Недавно поиграл последний тест, вот этот, когда-то он был 15-го числа, по-моему. И, как бы, это ужасно на самом деле. Игра стала заметно хуже. То есть, предыдущий тест, который я смотрел, было полегче как-то с оптимизацией. Может, из-за того, что меньше народу было, но тем не менее. То есть, было сравнительно мало лагов, багов, квесты, в принципе, все работали, по которым я играл. Так что, не знаю, было нормально. А сейчас, что-то последний тест меня расстроил полностью. Не знаю, что они делают. Зачем, зачем по-прежнему держать такие драконовские... Драть, точнее, такие драконовские деньги. Ну, вот тут уже появились, в принципе, защитники этой игрушки. Ну, и этих людей я понимаю. Они проплатили уже за СО. И, как бы, теперь защищают тот продукт, который купили. Ну, тут, знаете, сколько людей, столько и точек зрения. Поэтому углубляться в это я не буду. Также можете ждать на канале продолжения прохождения The Walking Dead. То есть, это уже у нас будет четвертый эпизод. Да, что-то как-то не хватает пока времени записать его. Пока заливаю чисто видосы, которые вот... Которые уже предзаписаны. На новые пока нету времени. Недавно вот записал еще пару серий Скорим Обзоры Модов. То есть, пара интересных модов. Не очень новых, но, в принципе, интересных. Которые стоит вам показать. Так что следите за деятельностью на канале. Что ж, в принципе, по деятельности на канале закончили. Теперь можно поговорить немножко и о ситуации, которые происходят. Некоторые блогеры, некоторые видеомейкеры на ютубе сторонятся этого вопроса. То есть, в принципе, не только тех, кто родом из Украины. Тех, кто живут. И те, кто... Также россияне имеют свою точку зрения по этому поводу. Я не буду сейчас говорить, что чего-то там кто-то боится. Но это пустые слова. На самом деле, у каждого свои причины. Но, тем не менее. Ни для кого уже не секрет. То, что, в принципе, Крым... Россияне отвоевали. То есть, как... Вели свои войска. Там, честные, нечестные выборы говорить не буду. Но того, что я увидел, мне хватило выше крыши. То, что мне рассказывали друзья тоже. То есть, целая куча фальсификаций. Целая куча... Проще говоря, один человек мог пройти и проголосовать в одном городе. Три-четыре раза. Спокойно. В принципе, вносили в списки на месте. Ну, то есть... Все в попыхах сделано и... Я только удивлен, что... 92 или 96 процентов проголосовало за... А не 105. Вот это единственное, что странно. Потому что, в принципе, теми методами, которыми они проводили этот референдум, могли и 105, и 150, и 175 процентов быть. Так что, в принципе, никакого удивления нет. Естественно, сообщество, как в Украине, так и в Европе этого не воспримет всерьез. Но что сделано, то сделано. Будем смотреть, что будет дальше. Я сомневаюсь, что... Россия, в лице президента Путина, остановится на этом. И я думаю, они пойдут... Дальше. Дальше на Запад. До Киева. Но посмотрим. Конечно, советовать тут что-то я не могу, но... Я надеюсь, мозгов хватит этого не делать. Не начинать войны. Потому что, ладно, когда в Крым там еще там очень много... Во-первых, русских граждан. Во-вторых, там очень много лет уже стоит Черноморский флот. И в основном там жители русскоговорящие. Ну, их-то, в принципе, еще понять можно. Да, насколько я знаю, местных людей. У меня там хватает друзей, знакомых. Некоторые прям чувствуют, что... Как перейдут в Россию, что будут... Заживут резко, очень хорошо. Я в этом сильно сомневаюсь, потому что, как сказал один мудрый человек... Мы никакой власти не нужны. Мы нужны лишь друг другу. А вот это вот все, что происходит, это просто ересь. Просто любыми способами домогаются своих целей. Вот и все. Я веду много словесных перепалок, как в реальной жизни, так и на ютубе, так и на форумах по поводу вот этих вот событий. Стараюсь как-то более-менее адекватно на это все реагировать, рассматривать стороны тех людей. Ну, знаете, как это сложно, когда тебе говорят, что белое это черное, а черное это белое. Когда ты сам живешь на территории, и это все чертовски хорошо видно. Ну, дело ваше, в принципе, ребята. Вы сами выбираете для себя сторону. Могу лишь сказать одно. Не верьте тому, что говорят по телевизору. Знаете, единственный способ убедиться в том, что черное это все-таки черное, это увидеть воочию. Или, по крайней мере, пообщаться с теми людьми, которым вы, в принципе, можете довериться. Которые не станут вам врать по каким-то определенным своим политическим причинам. То есть, реально, увидеть своими глазами и сделать свои выводы. А не доверять ящику, который вам расскажет очень много полезной, в кавычках, информации. Так, в принципе, я рассказал все, что хотел. Не хочу особо улыбляться в эту тему, но тем не менее. Планы на будущее? Ну, особо по прохождениям сейчас говорить не буду, потому что, ну, действительно, пока нет времени. Есть чем заняться. На самом деле, реальная жизнь, она никуда не девается. Так вот. Ну, могу вам сказать точно, Fallout New Vegas будет пройден на канале полностью. То есть, осталось только буквально позаливать оставшиеся там 7 или 6 роликов. И все. И с этим прохождением можно ставить крестик. Вы отписывайтесь в комментариях, если вы хотите прохождение на канале дополнений. Потому что дополнения там действительно достойные. Не хуже сюжетной кампании. Это, для тех, кто не знает, довольно недурные. Да и все, в принципе. Вот такой вот подкастик получился. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Марс. До новых видео.